Екатерина Андреева раскритиковала творчество запашного телеведущая Екатерина Андреева в Instagram Раскритиковала методы работы в цирке Эдгарда Запашного и за жестокой, по ее мнению, дрессировки животных Поводом для критики стал инцидент с убийством неизвестными леопарда в Абхазии, которого опекала Андреева как посол леопарда от Всемирного фонда дикой природы По ее словам, после инцидента в дикой природе в республике осталось всего 4 леопарда Я с прискорбием вынуждена признать, что в Абхазии и в России нет нормального, жесткого закона о защите животных, отметила телеведущая По ее мнению, именно отсутствие соответствующего законодательства позволяет дрессировщику и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному пропагандировать свою цирковую программу дрессуры и тигров и львов Я не хожу в цирки, где пиками, плетками, огнем гордых полосатиков и гривостых заставляют трюкачить на потребу публики, которая не задумывается, каким образом достигнуто это послушание, написала Андреева Помимо этого она подвергла критике губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который во время охоты убил спавшего в берлоге медведя 15 декабря Эдгард Запашный пожаловался президенту Владимиру Путину на планы бизнесмена Михаила Гуцирева открыть в Сколково стационарную площадку канадского Сэгдинсэлл Стоимостью около 50 миллионов долларов, по его мнению, эта негативность кажется не только на российском цирке, но и на спорте Комментируя эту претензию, пресс-секретарь президента РФ 17 декабря отметил, что государство действительно старается поддерживать отечественные цирки, однако не должно создавать тепличные условия для них 18 декабря депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными спустя 8 лет после внесения инициативы в Нижнюю палату парламента Документ, в частности, запрещает содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях и на садовых участках, а также признает незаконную работу контактных зоопарков в торговых центрах Документ, в частности, запрещает содержание диких животных в отечественном обращении с животными спустя 9 декабря